Факт того, что дебаты о Единой России не только беспрецедентная акция, еще и любопытная, подтверждает количество зрителей в зале. Очередная встреча участников праймерис проходит в Беи. Тема – продовольственная безопасность страны. После того, как были объявлены санкции против России со стороны Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, сейчас мнение совершенно изменилось, и все поняли, что на самом деле Россия в состоянии наладить производство сельхозпродукции, прокормить не только себя, поставить ее на внутренний рынок, но и осуществлять поставки за рубеж нашей Родины. Сегодня для государства сельское хозяйство действительно ключевое звено. В этом году на его поддержку выделено 235 миллиардов рублей, плюс региональные программы. Вместе с этим отрасль имеет значительные пробелы, как следствие постсоветской неразберихи 90-х. Нам в первую очередь нужно ликвидировать где-то технологическое отставание, сделать рабочие места. Технологическое отставание, оно в чем заключается? Где-то нам машину нужно заменять, где-то комбайны, современные свиноводческие комплексы, чтобы у нас здесь работали. За созданием высокотехнологичных рабочих мест в сельском хозяйстве в том числе подтянется и культура, и высокие заработные платы будут, и село получит налоговые поступления. Впрочем, позитивные шаги уже имеются. В 2010-м президентом разработана доктрина продовольственной безопасности, благодаря которой страна полностью обеспечивает себя зерном, плюс экспорт сахаром на 80%, активно развивается птицеводство. У меня, в принципе, есть знакомые фермеры, но я знаю, что происходит помощь государству, и делаются какие-то субсидии, и покупалась техника по лизингу. Еще одна злободневная тема для многих – услуги ЖКХ. По словам одного из участников дебатов, Надежды Максимовой, денежный оборот в жилищно-коммунальной сфере составляет более 4 триллионов рублей. Тем не менее, проблем и вопросов граждан меньше не становится. Еще недостаточно на всех уровнях власти проводится работа для того, чтобы решать эти вопросы на должном уровне, чтобы совершенствовать качество жизни нашего населения. Поэтому все эти вопросы стоят во главе угла, и для депутатов, которые будут избираться в следующую Государственную Думу, нужно будет эти вопросы ставить и решать в первую очередь. По мнению участников праймерис, для большей эффективности необходим гражданский контроль и активность. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Также, как выходили на эту сцену, потом мы задаем вопросы от группы...